ПЕСНЯ В этом году организаторы подготовили 70 презентаций 38 языков – древних и современных, редких и популярных. Перед гостями выступали как преподаватели, так и студенты, носители языков из стран ближнего и дальнего зарубежья. К примеру, на площадке Туркмении разыграли национальную свадьбу. Для нас было очень приятно, что наш педагогический университет дал возможность показать всю эту красоту, всю эту насыщенность праздника, все эти наши костюмы, которые мы представляли, национальную еду, то, что мы смогли вас угостить, то, что вы смогли это все попробовать. Впервые на фестивале представили язык науки и русский жестовый язык, рассказали об особенностях русского свадебного обряда и показали молодежные вечерки русского населения. Если есть нация, есть и язык, и наоборот. Если нет языка, нет нации. И в современных условиях, и в непростой политической обстановке, надо сказать, что у языка огромное средство межнационального общения. Именно за счет такого межнационального общения и сохраняется мир на территории Российской Федерации. Только в Ульяновской области проживает более 120 национальностей. Неудивительно, что именно в нашем регионе проводят такой уникальный фестиваль. Он настолько полюбился жителям, что педагогический университет рассказывает о языках и культуре народов мира уже в 17-й раз. И с каждым годом фестиваль становится все масштабнее. Очень важно для региона, что этот фестиваль проходит здесь у нас на Ульяновской земле. Потому что в год культурного наследия народов Российской Федерации, который объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, такое событие, безусловно, является ярким в календаре событий года. Завершился фестиваль интернациональным концертом. Творческие коллективы Центра народной культуры, студенты вузов по Волжии и РОДН показали свои лучшие номера. Также наградили победителей конкурсов – видео, рисунков, фотографий, эссе и стихотворений.